Восемьдесят шесть тысяч пятьсот тенге. Штраф на такую сумму выписали человеку, которого нет в живых уже семь лет. Информация об этом появилась накануне на сайте Алматинской прокуратуры. Каким образом информация могла попасть или получилась такая неразбериха, спросим у нашего блогера Айгуль Жамалова. Айгуль, что это такое, что за ситуация? Расскажи подробнее. Этот факт выявили прокуроры Бостандыкского района. Они узнали, что один из инспекторов территориальной земельной инспекции по Алматы проводил внеплановую проверку, в ходе которой якобы заметил нарушение и привлек к административной ответственности алматинца. Выписал ему штраф почти на девяносто тысяч тенге. Вот только правонарушитель числится умершим с 2006 года. Инспектора дисциплинарно наказали, а постановление о нарушении земельного закона отменили. Ну, сейчас странная какая-то ситуация, не находишь? Да, ведь это не первый подобный случай. Я уже как-то рассказывала, что в морге Актау справку о смерти выдали самому погибшему. И перейдем к другой теме. Сегодня твилента Казахстана была переполнена признаниями любви к главе государства. В преддверии дня первого президента страны даже появился тематический хэштег «I love Yelbasa». Если пройти по данному ключевому слову, можно увидеть много добрых пожеланий в адрес Нурсултана Назарбаева. Так называемый виртуальный флешмоб – своеобразное продолжение того, что сегодня организовали в юридической академии. Спасибо за информацию. Обязательно пройду по хэштегу и оставлю свое поздравление. О чем еще расскажешь? Накануне в Астане состоялась презентация фильма с депрессивным названием «Петля». Триллер повествует о том, как наркобарон вербует в свои опасные сети представителей золотой молодежи. В целом, картина нагоняет страх на зрителя и показывает, на что похожа жизнь наркозависимого. В общей сложности команда молодых организаторов потратила на эту работу два года своей жизни. А сколько денег было затрачено, не знает и сам режиссер Мираст Леохан. Кстати, а ты вчера на премьере был? Успела, Игульвити. Я и наша коллега Сандугаш Султанова играем в нем эпизодические роли. Она в качестве ведущей новостей, а я эдакий золотой мальчик. В таком случае непременно схожу посмотреть этот фильм. И, кстати, с самого начала хочу спросить, а что у тебя с голосом? Простыл, погода в Астане переменчивая, сегодня вообще дождь полил. Нужно быть аккуратнее. Кому-кому, а тебе голос нужно беречь. А у меня на этом все. Увидимся с вами завтра. Спасибо.